Ольга Примаченко. Доверие в отношениях. Когда можно обо всём говорить? Я хорошо знаю, что такое доверие в отношениях. Но вот с «обо всём говорить» лично у нас в семье туго. Я далеко не всё могу и хочу обсуждать с мужем. Одно дело — наши отношения, и бытовые, и родительские вопросы, сплетни о знакомых и общее сверка направления. И другое — мои личные внутренние процессы и внешние интересы. Муж равнодушен к книгам и самопознанию, а мне неинтересны его способы отдыха и разгрузки. Мы смотрим разные сериалы, любим разную музыку. Наши представления о прекрасном крайне редко совпадают. В общем, чудесная пара классических технаря и гуманитария. Поэтому для меня доверие — это не про «обо всём поговорить». Доверие — это чёткое знание, что человек, который рядом, будет там и завтра, и послезавтра. А если решит не быть, то ты узнаешь об этом от него, а не найдя след чужой помады на шее. Доверие — это знание, что партнёр никогда не будет использовать то, что ты когда-либо ему говорила, против тебя. И именно поэтому ему можно свободно признаться в какой-нибудь стыдной фигне, и она навсегда останется в Вегасе. Это отсутствие желания мстить, тыкать палкой в уязвимое, расковыривать едва зажившее. Это не расставление капканов, чтобы попался и спалился. Это отказ от введения тайного дневничка с подсчётом «кто кого недолюбил» и «кто кого пере». Вспоминается прекрасное из интернетиков неизвестного автора. А может, «любил» — это имя существительное? Знаете, когда спрашивают, «Ты любил?» С такой интонацией «Ты дебил?» А ты ещё так обречённа. Да. И с тобой сразу всё понятно. Точно любил. Полный. А вот обо всём поговорить. Для меня это когда на партнёре можно счастливо замкнуться, образовав кольцо и до старости прожить, не испытывая потребности в новых темах. Это офигенно круто, когда ваши интересы настолько совпадают, и чувство юмора такое похожее, что друзья в принципе не нужны. Вы сами себе друзья, любовники и партнёры. Такое сумасшедшее комбо. Свезло так свезло. Такое бывает, и это нормально. И такое может быть, и это нормально не менее. Важно не пытаться себя уверить в том, что это — обязательные условия для счастья. И уж тем более для доверия. Вспомните. Вы наверняка знаете немногословных людей, вечно подпирающих углы и стены в компаниях, но с кем пойти в разведку за честь. И наоборот. Есть куча пиздючих ящиков, способных поддержать разговорную любую тему, но растворяющихся в закате при первых трудностях и тёрках. Не натягивайте разговоры на любовь. Или любовь на разговоры. Если в целом вас всё устраивает и страдает только «а поговорить?», на мой взгляд, это не та проблема, что не имеет решения. Для болтовни есть приятели, для серьёзных разговоров — друзья по интересам, для выворачивания себя кишками наружу — психолог. А кто-то идёт на исповедь. Здесь скорее болеть и уязвлять может иное, когда кажется, что другому человеку не интересно, как ты там. Отличная песня у Земфира есть. Послушайте. Ну то есть он рядом, с тобой, за тебя, но идти в твой внутренний волшебный лес и спускаться в неизведанные глубины отказывается. И оттого может сложиться впечатление, что вы ему не очень-то и нужны. Это не так. Вы просто разные. Когда вы действительно не нужны, это выглядит и ощущается по-другому. С вами не считаются, не помещают вас в своё будущее. Даже если это будущее, всего лишь планы на ближайший отпуск, не вводят в близкий круг. Но и в целом вы так. Увидимся, когда увидимся. А если вас держат во внутреннем сердечном кармане, в тепле и заботе, но вот обо всём говорить не получается, это особенность ваших отношений, к которой при желании можно адаптироваться. Погоревать, что «ну вот так». А плакать, если чувствуется в этом потребность. Но не отказываться из-за этого от человека. Он не виноват, что разговоры — не его конёк. И это совершенно не то, из-за чего стоит кидать коней или на этого самого коня подсаживаться. Озвучила Екатерина Ерёмкина. Субтитры создавал DimaTorzok